Спасибо большое вам, Александр Иванович, и вашим коллегам, что вы приезжаете к нам. Мы недавно у нас были. Доклад звучит опыт установки штифтов «Сонат Металл». Опыт применения пластин с полиоксиальной фиксацией возраста. Докладчик. Большинярочный задор. А, там, извините, Александр Иванович, да. Капранов Александр Иванович, руководитель регионального термоформинического центра, Нижний Новгород. К мнению, проводится большое сообщение, посвященное об осуществлении плотируемого газа с включением дыма в сущность России и многоквартируемых пластин с новым металлением в Орбакс. Я представляю практически сектор похоронения медицинских центров. И работаю в водичном центре в одном из пяти водичных центров, которые оказывают опыту с травмами, с травмами, сахарицами, с соответствующими травмами. Данные центры реализовались не так давно, несколько лет всего, но их организация уже показала свою эффективность, и технологии, которые мы применяем, они уже оправдывают и оправдали свое существование. Применение конструкций, которые давно во всем мире заняли технологию выбора, являются незаменимыми идеями, наверное, приоритетами лечения беременных применений в общей кости. Итак, за период с 9-го по 19-й год нами проведем 2024 операции, до сих пор за активность работы, и демобулярный сентябрь, по сегментам, в большом процентном соотношении, я вам подтвердил, что в основном, конечно, это боли, преобладают переломы боли и прессивных людей. 21% из бедра, максимальное перелом 15-16%. На сегодняшний день мы берем благодаря технологиям малоинвазивным, мы берем огромное количество цирк, которых раньше отправили домой, сзади, пожилой возраст, и максимальный перелом почти все оперируются довольно быстро, в порядке срочно, неопорно. 5% кристальное бедро, многие переломы мышек на сегодняшний день, в сочетании с кровным диагнозом, в любви трети, возможно оперировать с помощью патриарного цифра. И 12% кристальное бедро, у нас получается такие цифры. В основном, структура операции говорила, что пластинами использовали 1135 раз. Это совершенно разнообразные пластины, они применяются в основном сегодня уже не так широко, как раньше, когда не было штифтов. Но это показательное изменение является около внутрисуставные переломы, где требуются четкие позиции поверхности и как можно более ранняя реализация сустава. 235 протезирований, вызвано на дозабельном фиктале, в основном, поскольку пациенты травматологического профиля с переломами шеи и бедра, и нам пришлось освоить, и даже сейчас довольно уверенно, и не вполне, даже у нас будет небольшой цифровый протезирование на дозабельном фиктале. И 580 операций, которые довольно разнообразные, включаются в связи с внешними фиксажами, разными видами параболизаров, стяжелой системы, спицами операций, включается много травм, которых достаточно много, поскольку у нас большой район, где-то в районе 300 тысяч человек, в том числе нашего подчинения 5 районов, и довольно часто встречается зачерканная травма, зачерканная травма, и в том числе ломочника встречается наставая травма. При введении ран, некоторые артифедические вмешательства, которые, конечно, тоже не могут быть пропилированы в пластике. Несколько осложнённые травмы, хотя на сегодняшний день у нас отделение дезинфицировано только под чистую травму. Есть несколько крупных, которые входят в нашу пирургическую отделение, социитаза, внешние и незаконные. Ну и нет реагерации, которые, я думаю, в структуру нашего отделения не должны входить, но приходится и выполнять это протезирование колена. Головки лучевой костик для сночного тела, он хотел сделать, из-за чего суставы, троматологические протезы, когда синтез был и звездообразен, и технический, это было невозможно. При наличии нервного мы выполняем протезы, на территории организации, для травмы, шеи, которые хотелось, возломочникам. Пластик и связанные с ухожилией появились у нас достаточно давно, поскольку альтероскопии с 2002 года у нас раз, когда по программам получили уровень, то стали делать более широко. Альтероскопии коленов стал ключевой, пока не начинали. Культур разделения, если не небольшое, но довольно интенсивно, с одни, в общем, 24 правды, еще 130 поезд и 6 функционных травмов поезд. Уровень оперативной активности занимается 7-8%, и пациенты преобладают со свежей травмой, сочетанной, кстати, ДТП, полученной. Ну и, естественно, мы берем практически всех патологических больных, которые вызывают ракторические лечения, в том числе, и патологические беремые у нас. Итак, я разделил представления нашего опыта, по поводу тимурнентулярной психотези, на грамотные сегменты, и выделил некоторые тезисы, с которых мы начинали, и которые нам позволили выбрать сетевые системы, поскольку, потому что приходилось работать с разными системами, и, так или иначе, сейчас одна из и более-болевших систем, это самосметал, я скажу, почему мы работали с системами ДТО, ЦИТОЭНС, и с лишнями ЦИТО, и пробовали Страйкерс, дорогие мистерские и некоторые другие. На сегодняшний день, естественно, с пользой выполняется нами, применение мудроизоляционного сегмента ДТОЭНС. Мы, естественно, выполняем протяжение на 30-е. Я считаю, это одним из самых важных этапов подготовки к операции, что позволяет в этом законке киев, подшипную малую драматичную вести ШТИК, выбор точки введения второй основной этап операции, в котором мы ошибемся и можем получить осложнение. Когда опыт операции превышает где-то 15-20, то точку введения может быть даже через прокол в помощи спицы. Во время введения ШИЛа есть определенные опасности повреждения, репорации стенки, повреждения картикального слоя. Применение риммера тоже используется довольно часто, чаще, чем раньше. Есть интересные моменты, здесь действительно подтверждают, когда мы ренируем канал, мы получаем хорошие результаты по постановке, что штифта и по профосвращению. Мы пользуемся комбинированными штифтами, поэтому перед введением штифта почти всегда, практически всегда, на горе используем специальный проводник. Введение штифта оптимального диаметра, не нужно говорить про институционное планирование. Мы проводим его всегда, во всех случаях, имеем целую линейку, как разнагражденные отмерения. Устраняем смещение, контролируем на сегодняшний день уже в течение четырех лет, контролируем с помощью ГОО положения. Но хочется сказать добрые слова про Санкт-Метал. Начинаем мы без ГООПа. Нельзя сказать, что можно ставить штифты оптимирования без илока, но можно сказать, что именно благодаря дистальному управителю можно обойтись рентгеновскими снимками и находить одно отверстие для дистальному управителю, а остальные отверстия легко и очень точно для оптимирования. Находят здесь с помощью системы интригации. Данные штифты оптимирования позволяют оперировать практически все уровни переломов, в том числе довольно низкие переломы жидкостейских суставов, поскольку там есть система ТИМЗ-Эксперт, если вы помните, УТР. Позволяет все же делать компрессию, в связи с как во время операции, так и после операции, если есть какие-то проблемы с композицией, с достаточными помещениями. Ну, максимальное блокирование в обществе никаких проблем нет, оно, возможно, на межскостей, в порядке, не подразумевает. Очень интересно показать, что индивидуальный синтез не предъявляет очень строгих требований к точной репозиции. Важно остановить длину, важно остановить углы, устанавливать ротацию, то есть вывести все оси, и можно штатовать даже с небольшим смещением. На сегодняшний день этот риск у нас, можно и на кратку, когда есть все-таки крупные диастазы, их нужно таким-то образом устанавливать с помощью либо дополнительных консервляций, либо винтов, либо таких других манипуляций, которые могут прийти в ответ к проявлению сращения, либо ложного кустава, либо пользоваться динамизацией стежки. Очень важна является предоперационная экспозиция обонтов в более-менее правильном положении. Если существует грубое смещение, то мы получим редакцию, и мы получим огромные сложности с сведением штрика. Поэтому довольно редко пользуемся перечными фиксациями меропедерации, особенно если это открытый перелом, нужно время, чтобы побороться со теплыми компаниями или даже заживить какую-то раму, посмотреть, какой должен появиться жилей. Синтез плечевой кости тоже довольно отлично выполняется с помощью штифтов. Мы тоже очень любим и представленный направитель. Именно у компании «Санкт-Петал» интересный штиф, достаточно интересный, который является, я бы сказал, ниверзальным, назначенный для диагностики, диагностики для максимальных отделов плеча и не может побороться кастерами, с градом так и электроградно. Вот таким же образом технология одна и так положение на столе. Очень важно быть именно до тонки и дать им правильную позицию, чтобы не было проблем с влиянием штрифта. Выбор точек введения, я еще раз подчеркну, это один из, наверное, на многом из первых мест является основным, то, что, так скажем, один из основных моментов операции, которые позволят побежать технически, может быть, и в дальнейшем. Рогоником мы тоже пользуемся, хотя сейчас на ключе, если канал достаточно тяжелый, мы можем не пользоваться рогоником, на голе не пользуемся всегда. Оптимальный диаметр и удовольствие смещения. Почему еще интересно обратить внимание на оптимальный диаметр? Если вы заказываете делать заявку на наиболее создавые размеры диаметр и длинный штифтов, конечно, должны знать и, разумеется, иметь в ней у себя в клинике тех штифтов, которые наиболее создавые. Поэтому это очень важно понимать такие размеры. Позиционирование кончика штифта, это касается всех практических диапезонных переломов. Мы видим интересное наблюдение, когда он чувствует там прилегать к основе в этой стекальной стенке и в этом плане либо наушных репозициях либо в его большей сложности с блокированием. Сталин на кориде тоже очень нас вручает. Я бы сказал, посоветовал использовать его именно потому, что он еще что-то полезен для врача, поскольку не только запрещает вредные операции, но и помешает очень здорово, чего на Голоскопе пользуетесь за другой. Поскольку официально из-за старейных исследований нет, насколько мы получаем то, что выключение и как оно потом проявит себя. Но сейчас, по всему миру, все-таки стараются как можно меньше щепотить за другой. Значит, листальное блокирование. Но именно на встрече есть некоторые сложности, я бы, насколько я объяснил, что основная проблема не попадания в отрезки. Это соскользуется на сверху от тонкой кости. Это очень опыт, и мы считаем, это единственные проблемы. Максимально платируемые проблемы не доставляют. Промежуточные фрагменты здесь тоже очень интересный сложный вопрос. Открываться, нарушать кровоснабжение, это репланировать их или же оставить контакты и, так скажем, не трогать. Интересное наблюдение, что включение является неопорной костью. Здесь можно оставить некоторые освещения, которые нерябрячные, оставить на поле. И все это делает самого инвазивно, через совершенно небольшие ответы. И Сталин, помогает именно нам, как профессионалам, а пациентам, как и человеку, у нас меньше строго и меньше реабилитации. Максимально отделы биралов у нас в достаточном большом количестве. И тоже интересный вопрос. Спорный момент. Я обозначил, как выделены максимальности, это всегда интересно. Есть разные течения, которые говорят, что чем теченька тем лучше, чем короче, тем лучше. На самом деле наше нововведение складывается из того, что мы выбираем при нехорошем качестве кости, при наличии черного бороза, при максимальной возможности получить переимпланк и перелом на запрямую вершину. Если цель достаточно молодой и у него хорошее кровоснабжение, хорошее качество кости на снимках, мы выбираем свороовскую вершину. Но, естественно, основной момент это уже перелом, чем лучше будет перелом с этой версией верно будет. Он просто такой интересный. Кишечный фиксатор это всегда тот, в цепях спором, тот, или спиральный пленок, тот, или лентовой пленок. По типу спирального пленка говорят, что в уши разрушается, когда закрываете его. и, как считают, любители спирального пленка говорят, что только на нем можно осуществить практически сразу, через буквально день-два. Разрешить, можно ходить, и будет шаг для компрессии. Проблемы каталога, мы изучали три случая каталога синдрома, то есть прорезывание спирального пленка. Типа филактики, на наш взгляд, на сегодняшний день, это все-таки правильное позиционирование пленка. Есть еще возможность, как пишут, успешно, авторогентировать по санцементам, участвовать в топородной повышении неговорных бедра. Мы этим не раз не пользовались, но, тем не менее, наше видение проблемы каталога синдрома, это некорректное или не совсем корректное положение позиции пленка движения движения. Проблема в здании группы смещения для максимальных пленка играет одна из самых сложных проблем. На самом деле, дорогий фрагмент максимальный, он очень подвесен, и не всегда удается его хорошо выкинуть и поставить в правильную площадку. Часто приматается им одну картину, когда у боковой совершенно другая и наличие пленных побережных смещений здесь. Что делаем мы? В нашей практике довольно нередко приходит сделать небольшой разрез, использует лопатку выясни, использует так, как хомана, и даже при этом не всегда получается идеальная позиция фрагментов. не удается поставить накрывание и ставим правильную максимальную стальну тонко и поскольку надо уж сложно ввести. Дистальное блокирование при максимальной тревогой бедра оно определено если свободная рука, но сейчас есть компания «Санкт-Петал», полюбившаяся нам штифты, которые можно блокировать тоже с использованием дистального проекта, поэтому мы все-таки использованием его. Здесь есть пример. Посмотреть позиции ФНК является основным способом того, что все стабильно можно с вами убрать. Если есть сомнения, мы стараемся особенно с некачественной площадью расположить кодоке от там наиболее проще здесь есть возможность подбить кодоке наиболее в вы в в в в в в в в